Биометрия в помощь. В автоционе Уральска ввели новую систему сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Граждан будут идентифицировать по лицу. Это позволит предотвратить мошеннические действия и минимизировать коррупционные риски. Для получения водительских прав претендент должен сдать два экзамена. Теоретический и практический. Ответив на 32 опроса из 40, вы получаете право проверить свои навыки на автодроме. В госкорпорации правительство для граждан проинформировали, что сейчас перед каждым экзаменуемым установлена видеокамера, которая будет идентифицировать личность клиента. Пройти медицинское освидетельствование можно также в здании автоциона. На территории области уже зарегистрированы уголовные дела по мошенническим действиям третьих лиц, которые предлагали заведомо ложные сведения о сдаче теоретических экзаменов. Но, к сожалению, мы призываем население, чтобы не верили таким фактам. Уже есть факты осужденных за 2020 год уже три лица привлекаются к уголовной ответственности. В прошлом году 47 тысяч западноказахстанцев обратились в спецавтоцион для получения или обмена водительских удостоверений. Получить права сейчас нелегко. Из 100 человек, впервые сдающих экзамены, удостоверения получат лишь 27. Остальные чаще всего отправляются готовиться дальше. В школе процедура проходила вполне то, что нравилось. Это более тщательный разбор всех тем, четкое объяснение, как бы все в дозвольном языком объясняется. Сейчас прошел успешно, тест сдан. Отметим, что сейчас отделы спецавтоциона действуют в Бурлинском и Косталовском районах области. Их жителям можно сдать теоретический экзамен, не приезжая в город. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.